маньяк у каждого из нас возникают конкретные ассоциации с определенными личностями в тот момент когда мы слышим читаем либо произносим это слово обычно в голове всплывает самый мрачный из тех образов с которыми мы когда-либо сталкивались причем чем ярче будут впечатления от истории о злодеяниях маньяка тем этот образ будет мрачнее и зловещая в тот момент когда речь заходит про маньяков кто-то сразу вспомнит про чарльза мэнсона джека потрошителя альберта фиша или же например джеффри даммера на постсоветском пространстве большинству людей на ум вероятнее всего сразу же придет андрей чикатило что касается лично меня то при упоминании этого слова я сразу же вспоминаю александра списивцева также известного как новокузнецкий монстр или же сибирский потрошитель сюжет про него я увидел в детстве и тогда он на меня произвел действительно неизгладимое впечатление в общем перечислять серийных убийц и маньяков можно бесконечно долго но что общего у всех выше названных персонажей само собой первое что приходит на ум это тот факт что все они мужчины ни для кого не будет секретом что большинство маньяков в нашем мире является представителями мужской части населения тем не менее то что среди женщин серийных убийц в разы меньше не означает что представительницы прекрасного пола в этом направлении является менее жестокими напротив они иногда по своей жестокости даже превосходят мужчин в этом выпуске мы с вами поговорим про личность которая была признана второй женщиной маньяком в истории сша именно про эллин ворнес в предыдущем выпуске посвященном деятельности генри холмса я уже говорил что здесь на этом канале мы будем рассказывать про тех персонажей и про те события которые оказали влияние на медиа индустрию и оставили в ней свой след как вы можете догадаться эллин ворнес после себя то расставила такой след именно поэтому я выбрал ее историю для этого видео несмотря на то что она не является маньяком в том смысле который я вкладываю в этот термин однако об этом я выскажу чуть позже также попрошу и вас дорогие зрители написать в комментариях что вы думаете про ту ситуацию которая сложилась в ее жизни как и прежде вначале мы поговорим о медийной составляющей сегодняшнего видео а уже затем я расскажу все что я смог узнать про жизнь самой эллин ворнес и так перейдем непосредственно к произведениям про эллин ворнес речь пойдет о фильмах монстр 2003 года монстр начала 2021 года а также фильмы массовое убийство история эллин ворнес 1992 года затронем также и пятый сезон американской истории ужасов в котором тоже присутствовал объект нашего сегодняшнего видео еще в этом видео будут упомянуты документальные фильмы ника брумфилда эллин ворнес с продажи серийной убийцы и эллин ворнес жизнь и смерть серийной убийцы про них мы поговорим во второй части нашего видео так как они имеют самое прямое отношение к реальности начнем пожалуйста наиболее интересной из вышеназванных картин а именно с фильма монстр 2003 года режиссером и сценаристом этой кинокартины выступила петти дженкинс известная нам по диалоге чудо-женщина стоит заметить что монстр был дебютной полнометражной работой дженкинс сам фильм получил положительные отзывы от критиков и немалое количество наград большинство из которых заслуженно были адресованы прекрасной актрисе шарли стерон в числе ее наград за этот фильм есть оскар который в то время был наградой довольно значимый также стоит упомянуть что в этом фильме есть несколько небольших эпизодов которых роль эллин исполняли еще две актрисы кри айви сыграла ее в тех эпизодах где уорнос была показана нам ребенком кейтлин райли исполнила роль эйлин уже в юном возрасте рассказывая про фильмы я допустил немалое количество спойлеров поэтому если вы хотите ознакомиться с этими фильмами самостоятельно лучше сразу переходите к той главе видео где я буду рассказывать про реальную историю жизни эйлин сам фильм затрагивает эпизод жизни уорнос 1989 по 1990 год в это время она жила во флориде зарабатывая на жизнь проституции в этот же период эллин познакомилась со своей будущей возлюбленной сэлби уолл сэлби это наполовину вымышленный персонаж ее прототипом является тайра мур восемьдесят девятом девяностом году эллин совершила все семь убийств которых ее обвиняли первой жертвой преступницы в фильме стал винсент кори его прототипом в реальности был ричард мэлори кори попытался надругаться над эллин в изощренной форме связав ей руки она смогла освободиться и застрелила его из пистолета 22 калибра если верить фильму также показаниям самой эллин уорнос то жертвы его в такой ситуации назвать сложно все остальные эпизоды ее преступлений фильме были показаны уже совсем иначе там на нее никто не нападал не пытался изнасиловать и не издевался тем не менее она методично убивала своих жертв после чего забирала их деньги и автомобили которыми пользовалась в дальнейшем правда вскоре эллин приходилось избавляться от этих машин так как из-за них убийцу могли быстро вычислить в фильме мы можем увидеть что уорнос рассказывал своей возлюбленной что убивала своих клиентов во время этих признаний она постоянно ссылалась на то что все они пытались ее изнасиловать также в этой кинокартине был продемонстрирован один эпизод в котором она безжалостно расправилась человеком который вообще даже не планировал пользоваться ее услугами а просто хотел подвести но ситуация сложилась так что он увидел у нее пистолет она в свою очередь решила избавиться от потенциального свидетеля сам фильм показался мне очень даже неплохим особенно хочется выделить актерскую работу шарлистый рон она невероятно точно попала в образ и превосходно справилась с этой ролью сравните взгляд самой эллин ворнос и шарлистый рон в ее образе сходство невероятно сильное свой оскар за эту роль она получила более чем заслуженно еще хочется отметить невероятно высокое мастерство гримеров превратить одну из самых красивых актрис голливуда в настолько непривлекательного персонажа это надо еще очень хорошо постараться что могу сказать про актрису исполнившую роль селби уолл прототипом которой была тайра мур она хорошо справилась со своей ролью несмотря на то что о попадании в образ здесь не может идти никакой речи кристина ричи исполнившая роль селби максимально не похоже на прототип думаю не нужно долго гадать почему шарлистый рон максимально близка к образу эллин ворнос а кристина ричи максимально далека от образа тайры мур дело в том что на момент съемок этого фильма тайра мур была жива и здорова как жива и здорова она и сейчас насколько мне известно так что если бы было использовано настоящее имя либо же актриса исполняющая эту роль имела портретное сходство с прототипом то создателям фильма пришлось бы заплатить за это тайре мур в той части видео где я буду рассказывать про реальную историю я вам немного расскажу о том каким на самом деле человеком была тайра мур а забегая немного наперед могу сказать что была она личностью довольно подлой и меркантильной так что как мне видится она не упустила бы шанса заработать на этой истории но судя по всему продюсеры не хотели с ней иметь никаких финансовых отношений я думаю что именно поэтому образ селби уол максимально отдален от своего реального прототипа возвращаясь к фильму в одном из эпизодов картины прозвучал звонок эллин от селби во время которого велась аудиозапись последняя в нем жаловалась на то что полиция взялась за нее и ее семью из-за того что подозревают селби в соучастии в преступлениях уорнос в итоге эллин выгородила свою возлюбленную взяв всю вину на себя и признала все семь убийств которых ее обвиняли хочу отметить что этот звонок был зафиксирован на самом деле его запись присутствует в одном из документальных фильмов заканчивается фильм монстр тем что эллин ворнос приговаривают к смертной казни а сейчас давайте перейдем к фильму монстр начала 2021 года выпуска режиссером данной картины выступил дэниел фарнс в его фильмографии есть еще несколько фильмов основанных на реальных событиях правда стоит отметить что очень уж высоким качеством они не отличаются роль эллин ворнос на этот раз исполнили две актрисы ее взрослую версию периодически появляющиеся в небольших эпизодах в этом фильме сыграла эшли эдвуд ее я не могу вспомнить ни в одном из знакомых мне фильмов молодую эллин которую мы будем видеть на протяжении всего фильма сыграла актриса пейтон лист она может быть знакома тем кто смотрел без преувеличения прекрасный сериал кобра кай как становится понятно из названия нам в этот раз решили рассказать о более раннем периоде жизни эллин а конкретнее о том промежутке времени когда она попыталась завязаться своей деятельностью девочки по вызову и даже вышла замуж за очень состоятельного человека это произошло в 1976 году избранника ворнос звали льюис фэл он был президентом яхт-клуба разница в возрасте у супружеской пары было просто огромный фэл в прямом смысле слова годился эллин не то что в отцы а даже в дедушке он был старше ее почти на полвека не нужно гадать ради чего ворнос вступила с ним в брак тем не менее не уравновешенные характера также проблемы с алкоголем и наркотиками не позволили ей реализовать свой план по обустройству беззаботной жизни уже находясь замужем за фэлом эллин продолжала вести аморальный образ жизни также в фильме мы можем видеть как она пыталась присвоить деньги своего супруга совершала ли она подобные махинации на самом деле доподлинно неизвестно но вот то что известно почти наверняка так это то что во время брака она попадала в тюрьму за нападение помимо этого новоиспеченная супруга избивала льюиса тростью некоторые источники утверждают что она это делала неоднократно их брак в общей сложности продлился всего девять недель фэл сам подал на развод и добился судебного запрета на приближение к нему своей уже бывшей супруги стоит отметить что фильме был показан старший брата эллин кит здесь он был продемонстрирован в очень плачевном состоянии это имеет под собой реальную основу фильме кит на последней стадии рака от него он и умер на самом деле к слову отношения кита сестрой носили совсем не родственный характер пикантные подробности этой истории мы можем видеть и в фильме но к этому мы вернемся немного позже еще в кинокартине 2021 года было упомянуто о том что кит застраховал свою жизнь и назначил бенефициаром эллин этот момент тоже является подлинным уор нас действительно получала данную страховую выплату про сам фильм не могу сказать ничего хорошего несмотря на наличие в нем довольно большого количества отсылок к реальной жизни эллин уор нас он получился намного ниже среднего здесь эллин выглядит действительно как маньячка они как грабительница с поломанной психикой к исполнительнице главной роли пейтон лист у меня тоже имеются претензии местами она выдает действительно неплохую актерскую игру очень часто невероятно сильно переигрывает довольно хорошо со своей задачей справился тобин бэл сыгравший льюиса фэлла лидия херст исполнившая роль дочери мистера фэлла тоже неплохо смотрится в кадре упомяну также актрису эшли эдвуд которая исполнила роль взрослый эллин в образ она попала довольно хорошо ну вот ее бесновато шизофреническое кривляние на камеру лично я актерской игрой назвать не могу в самом сюжете также имеются моменты по моему мнению просто притянуты за уши ради того чтобы выдержать хотя бы средний хронометраж ленты например эпизод встречи эллин с ее братом в мотеле сюда же можно отнести сцену в которой она избавилась от друга льюиса виктора миллера и его сына нет абсолютно никаких сведений о том что она вообще хоть кого-то убила в то время когда состояла в браке с мистером фэллом еще хочется отметить довольно посредственный сценарий момент когда в самом конце фильма избитый тростью до полусмерти льюис подоспел на помощь к своей дочери является просто нелепым ведь фильме он показан как слабый старик который уже не особо уверенно держится на ногах но при этом он смог найти все силы и прийти на выручку к дочери несмотря на то что буквально за пять минут до этого он лежал с пробитой головой на полу еще максимально нелогично и глупо выглядит поступок дочери фэлла пытающийся вытащить из воды якобы тонущую эллин буквально через пять минут после того как последняя едва не убила ее отца в общем и целом картина получилась посредственной особенно если сравнивать ее с фильмом 2003 года еще буквально вкратце упомяну пятый сезон американской истории ужасов там эллин тоже присутствовала в нескольких эпизодах ее роль исполнила лили рейп могу сказать что в образ она попала очень хорошо и справилась со своей задачей на отлично больше ничего про объект нашего сегодняшнего видео в контексте этого сериала я сказать не могу так как здесь полностью отсутствуют эпизоды из ее реальной жизни последним из художественных произведений о котором сегодня пойдет речь будет фильм 1992 года выпуска под названием массовое убийство история эйлин ворнос данная кинокартина является самой малоизвестной из всех что сегодня упоминались я даже не смог найти ее в русском дубляже в этом фильме главную роль исполнила джин смарт роль тайры мур досталась парк оверл фокусироваться на этом фильме нет абсолютно никакого смысла так как в нем плохо практически все складывается ощущение что сценарий написали на коленке за несколько часов до начала съемок джин смарт исполнившая главную роль вообще ни капли не похоже на свой реальный прототип то же самое можно сказать и про парк оверл невероятно нудный фильм очень низкого качества не думал что такое скажу но это кинцо даже похуже чем монстр начала к просмотру он не то чтобы не обязателен а даже нежелателен а сейчас пришла пора перейти к реальной истории и узнать о том как складывалась жизнь эллин ворнос на самом деле родилась она 29 февраля 1956 года в городе рочестер штат мичиган семья у нее была неблагополучной мать и отец были подростками они разошлись еще до рождения эллин мать отказалась от эллины от ее старшего брата кита когда те были совсем еще маленькими и оставила их на попечении своим родителям отца эллин вскоре посадили в тюрьму зарастление несовершеннолетнего ребенка однако долго он там не просидел не выдержав соответствующего к себе отношения от других заключенных он повесился ее дед лари и бабушка айлин справлялись с ролью опекунов очень плохо а точнее сказать не справлялись с нею вообще есть информация о том что они постоянно злоупотребляли алкоголем и их вообще мало интересовало то что происходит с их внучкой также эллин заявляла о том то что ее дед в детстве постоянно домыгался до нее и даже однажды ее изнасиловал в некоторых источниках имеется информация что она подвергалась насилию со стороны то ли друга ее деда то ли его родственника достоверно известно что на одном из судебных заседаний люди с которыми она жила по соседству ранний период своей жизни дали показания о том что она вступала в половую связь со своим братом китом и многими другими людьми из ее окружения делала это эллин в обмен на еду выпивку и сигареты сама у орнас позже заявляла о том что вступала в половую связь со своим братом однако психиатры поставили под сомнение это заявление позже сама эллин тоже опровергла эти показания в возрасте 14 лет она сбеременела от неизвестного мужчины есть предположение о том что отцом ребенка как раз и стал знакомый ее деда она родила мальчика от которого отказалась так что ребенок был отправлен в приют вскоре эллин решила бросить школу и затем умерла ее бабушка айлин дед лари вскоре после этого события вообще выгнал эллин из дома ей пришлось некоторое время выживать лесу и даже спать под открытым небом на снегу для того чтобы иметь хоть какие-то средства на существование ей пришлось начать заниматься проституцией на тот момент ей было 15 лет впервые в тюрьму она села в возрасте 18 лет за вождение в нетрезвом состоянии а также за стрельбу из огнестрельного оружия во время езды на автомобиле после освобождения в 1976 году она переезжает во флориду где знакомиться с льюисом фэллом своим будущим мужем этот период ее жизни нам продемонстрирован в фильме монстр начала которым я говорил немного ранее напомню что их брак продлился всего девять недель после развода эллин неоднократно привлекалась к ответственности за различного рода нарушения например за грабежи угон автомобиля употребление запрещенных веществ а также антиобщественное поведение затем она познакомилась с тайрой мур они стали жить вместе на деньги которые эллин зарабатывала привычным для себя способом а именно проституцией свое первое убийство она совершила в ноябре 1989 года ее первой жертвой стал ричард мэлори можно ли называть его жертвы в полном смысле этого слова вопрос спорный по заявлениям эллин он пытался ее изнасиловать и она совершила вынужденный акт самообороны также это было показано в фильме монстр 2003 года я не буду ставить под сомнение именно это ее заявление касающиеся конкретно мэлори до этого она несмотря на свое очень тяжелое детство и не менее тяжелую жизнь зарабатывала проституции и вроде как никого не убивала так что вполне логично будет предположить что мэлори действительно пытался совершить с ней какие-либо действия без ее согласия и она действительно была вынуждена обороняться таким образом это событие могло послужить для уорнас триггером после которого она начала убивать своих клиентов сомнение вызывает лишь тот факт что в будущем уорнас сама лично заявляла о том что она раньше якобы врала и мэлори не совершал ничего такого о чем она до этого заявляла это она сказала публично во время интервью нику брумфилду в рамках съемки документального фильма об эллин помимо этого во время интервью она заявила о том что ни один из семерых мужчин которых она лишила жизни не пытался ее изнасиловать но позже в этом же фильме мы можем наблюдать один занимательный момент в то время когда эллин думала что запись не ведется она сказала режиссеру о том что на самом деле она все выдумала про то что никаких попыток ее изнасиловать не было и все ее жертвы пытались ступить с ней в половую связь без ее согласия значит все действия с ее стороны были именно самообороной здесь обязательно стоит учитывать тот факт что мэл или ранее был приговорен к десяти годам заключения за попытку изнасилования так что ее заявление о том что он ее пытался изнасиловать выглядит вполне правдоподобно учитывая все выше названные факты а изменение своих показаний она мотивировала тем что ей якобы надоели все эти судебные а также следственные действия которые над ней ведутся и она хотела чтобы это уже поскорее закончилась она считала что на ее истории хотят заработать все кто только в состоянии это сделать вот это ее утверждение является полностью обоснованным заработать на ее деле получившим невероятно широкую огласку пытались очень многие чего только стоит ситуация с ее приемной матерью орлин пралли и адвокатом стивом глазером этот случай во всех необходимых подробностях можно увидеть в документальном фильме ника брумфилда под названием эйлин ворнос продажа серийной убийцы орлин удочерила эйлин уже в то время когда та сидела в тюрьме за убийство мне лично не совсем понятно зачем самой ворнос было нужно это удочерение а вот зачем это было нужно пралли и глазеру понятно сразу по заявлением пралли она постоянно общалась с эйлин по телефону и знала очень много о тех событиях которые с ней произошли но вот рассказывать о них просто так она не собиралась они вместе с глазером потребовали от брумфилда 25 тысяч долларов за интервью в котором участвовала бы сама ворнос и ее так называемая приемная мать само собой глазер должен был тоже получить за это свой процент орлин представлялась очень набожной женщиной на это удочерение ее сподвигло якобы любовь к своему ближнему нежелание получить права на экранизации истории и различные интервью возвращаясь к вопросу зачем это было нужно самой орнос могу сделать субъективное предположение по этому поводу в документальном фильме продажи серийной убийцы высказывалась информация о том что уорнос планировала жить на ферме пралли после того как ее освободят так что как мне кажется у самой эллин в этой ситуации тоже вполне могли присутствовать меркантильные интересы ведь на тот момент она искренне верила своему адвокату и рассчитывала на освобождение поэтому у нее возможно тоже могло возникнуть желание заработать на своей истории некоторое количество денег для обеспечения своей безбедной жизни в будущем но вскоре когда дела в суде уорнос и глазера пошли не по их плану пралли решила что ей можно было бы дать интервью и без своей приемной дочери взяв за это сумму поменьше всего десять тысяч долларов так что как не видится здесь отчетливо прослеживается банальное желание заработать денег десять тысяч долларов за интервью пралли в итоге получила в нем она рассказала о том как узнала об эллин и как с ней познакомилась там было еще достаточно различного бреда про божественное вмешательство и проще чепухи что касается ее адвоката то и здесь очевидно что он преследовал свои финансовые интересы адвокат из него кстати тоже был не самый лучший он убедил эллин признать свою частичную вину в некоторых эпизодах ее преступления и сказать что она готова понести наказание по всей строгости закона а именно признать что она принимает тот факт что смертная казнь ее случае будет вполне справедливой мерой таким образом они попытались надавить на жалость судье и присяжным это не сработало эллин все равно приговорили к смерти по ее реакции на приговор отчетливо видно что она рассчитывала на совершенно иное решение суда позже эллин прекратила общение со своей так называемой приемной матерью и адвокатом само собой госпожа пралли после этого тоже потеряла всякое желание общаться с ником брумфилдом еще ник брумфилд выяснил кое-какую очень интересную информацию о полицейских которые занимались расследованием этого дела и от айре мур как оказалось у него были сведения о том что несколько полицейских вели переговоры с голливудскими студиями за месяц до ареста уорнос шериф отказался общаться с ником но согласился сержант брайан джарвис это один из полицейских который вел дело об этих убийствах как оказалось его понизили в должности когда стало известно что он знает о сговоре своего начальника с тайрой как заявил джарвис она хотела получить права на экранизацию этой истории еще он рассказал что против нее имелись улики подтверждающие участие тайры в преступлениях эллин ведь умур были найдены вещи одной из жертв тем не менее эти улики даже не были проверены еще из-за того что сержант джарвис знал то чего знать был не должен а также хотел чтобы это дело было расследовано по всем правилам его постоянно притесняли на службе однажды в дом джарвиса проникли неизвестные люди оставили там послание с угрозой в его адрес вот каким человеком является вышеупомянутая тайра мур она не только дала показания против эллин выгораживая себя но и позже попыталась заработать на этой истории что касается самой эллин то можно с полной уверенностью заявить о том что она была нездорово психически во втором документальном фильме о ней под названием эллин ворнос жизнь и смерть серийной убийцы мы можем слышать от нее довольно специфическое заявление по поводу событий развернувшихся вокруг нее например она заявляла что полицейские изначально знали о том что именно она убила ричарда мэллори свою первую жертву остальных шестерых мужчин по ее словам полицейские ей позволили убить целенаправленно для того чтобы ее случай получил в будущем как можно более широкую огласку и чтобы потом на нем можно было побольше заработать также она заявила на то что в ее камере в зеркале было установлено специальное звуковое устройство с помощью которого они воздействовали на ее мозг для того чтобы свести ее с ума еще она заявляла о том что и еду постоянно отравляли из этого можно сделать соответствующие выводы о ее психическом состоянии если последние из этих заявлений имеют хоть какое-то право на существование то самое первое в котором она сказала что все ее убийства были спланированы полиции вероятнее всего является очевидным бредом рожденным ее поврежденным разумом но здесь стоит упомянуть тот факт что ранее упомянутый брайан джарвис заявлял о том что его коллеги которые расследовали это дело вели переговоры с голливудскими студиями за месяц до ареста уорнос если взять во внимание эту информацию то последнее заявление уорнос не кажется таким уж бредовым как и было обещано в начале видео сейчас я скажу почему по моему мнению эллин не является маньяком в классическом понимании этого слова да она убила семерых мужчин да она сделала это вероятнее всего преднамеренно и осознанно да психика у нее была явно нарушена но в ее действиях я не увидел тех черт которые по моему мнению являются маниакальными она просто целенаправленно убивала своих жертв не ставя своей целью их помучать или съесть как это довольно часто делают настоящие маньяки я считаю что причины для таких действий у нее были совершенно иные гораздо более приземленная и понятная большинству людей и причины эти были вероятнее всего корыстные в моих глазах ей больше подходит статус грабительница с психическими расстройствами нежели статус маньяка вероятнее всего ее первая жертва ричард мэлори действительно пытался совершить с ней какие-либо действия без ее согласия и она действительно была вынуждена обороняться таким образом этот случай сработал для нее как триггер для ее дальнейших действий в подтверждение этому можно привести тот факт что мэлори был раньше действительно осужден на 10 лет за попытку изнасилования здесь все сходится но что-то мне не особо верится что остальные 6 жертв все разом пытались над ней надругаться вероятнее всего она их просто убивала для того чтобы они не могли заявить на ее в полицию а после этого она их банально грабила таким образом мы можем видеть во что может превратиться человек из-за того что с ним всю жизнь жестоко обращались а с эйлин ворнес жизнь обошлась действительно жестоко в какой-то момент чаша терпения просто была переполнена и ее исковерканная людской жестокостью психика окончательно сломалась эйлин ворнес была казнена 9 октября 2002 года посредством смертельной инъекции вот такая получилась история дамы и господа и таких реальных историй в нашей жизни намного больше чем может показаться на первый взгляд видео подошло к концу подпишитесь пожалуйста на канал поставьте лайк а также напишите в комментариях видео про каких реальных личностей либо события вы бы хотели видеть на канале в будущем до новых встреч и всего вам хорошего до новых встреч